Сегодня наш урок, мы начнем с песен. Песня, которую я хочу вам сейчас включить, чтобы вы прослушали, это песня называется «Свет». Написал ее Сергей Трофимов. И ваша задача будет следующая. Прослушав эту песню, для того, чтобы было более наглядно, я часть этих слов вывел на слайд, как вы видите, ваша задача проанализировать, каким образом и какие физические явления отражаются в строчках. Итак, готовим? Цвет отражает мне глаза, Цвет оживает в образах, Цвет в наших мыслях и словах, Тех, что идут от сердца. Цвет отражает мне глаза. Это о чем? Что делает цвет? Да, что делает цвет? Он может улавливаться. Отлично? Отлично, улавливается. Еще что делает? Он отражается. Отлично. Отлично. Водешнего нашего урока будет посвящена Цвет. Но прежде чем мы ее запишем и обозначим, давайте с вами попробуем сейчас представить, что же такое цветок. Как ты считаешь, что это такое светок? Как ты считаешь, что такое светок? Свет – это квантовое излучение, которое можно представить как поток частицы или как волн. Отлично. Какое излучение, да, слово квантовое, конечно, вообще далеко не знакомо еще, но в каком-то случае поток частицы какой-то волны. Это очень глубокое, действительно, полное понятие. Ты хочешь дополнить что-то? Нет, не хочешь помнить это такое. Так, давайте мы с вами сегодня откроемся в Цветраду чуть-чуть и запишем всем в нашем сегодняшнем росте. Это, конечно, был световый и дублетен. Благодаря свету мы получаем огромное количество информации. Ученые доказывают, что 90% всей информации, всю красоту нашего мира мы получаем с помощью нашего зрения. В то же время, свет как очень, наверное, одна из таких самых больших тайн, которые с точки зрения физики очень долго не могли разгадать. Не знаю, что такое свет, как он появляется и почему мы с вами видим. И только благодаря Джеймсу Максу, А Джеймсу Максу, это чем он знаменит? Он обознавал теорию о электромагнитном излучении поля. Он сказал, что такое электромагнитное. И вот он предположил, что свет имеет так называемую электромагнитную теорию, электромагнитную природу. И вот благодаря, конечно, Джеймсу Максу, мы теперь с вами, ну, начали Джеймс Максу, потом очень много ученых еще вкладывали свои теоретические, математические расчеты для того, чтобы мы сегодня знаем все то, что владеем информации, о чем мы будем. Как вы думаете, что объединяет? Все. Они светятся. Они светятся, несомненно. Они все действительно самопроизвольно светятся и создают определенный свет. Хорошо. Давайте посмотрим на другой слайд. Что мы здесь видим? Лампочки. 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 Наганивание. Керосиновое. Это так называемая люминесцентная краска, которая в темноте тоже светится. Гостер, свеча. И кран. Значит, газовая комфорта. Светодиоды. Световая какая-то подсветка домов. Скажите, пожалуйста, как можно вот это назвать одним словом? Можно назвать источники света. Спасибо. Я сказала искусственные источники света. Что значит искусственные источники света? Немножечко конкретизируем нашу информацию в тетради. Создадим кластер. Кластер связан с понятием источники света. Итак, источники света бывают двух видов. Какие? Естественные и искусственные. То есть мы можем выделить вот так вот. Да? Вот так вот. Естественные. И искусственные. Искусственные. Еще бывают какие? Тепловые и клюминисцентные. Тепловые и клюминисцентные. Искусственные. Значит, если мы включим лампочку, что мы с вами будем наблюдать? Давайте наше воображение вспомним, как оно вообще работает. Какую область она будет освещать? Достаточно большой или очень маленькую? Большую. Большую, да? Большую область. А можно ли этим источникам света создать какую-то маленькую область освещения? Точно кейм же источникам? Да? Как это сделать? Понаре. Можно оградить. Вот у меня вот такой источник света. Как сделать так, чтобы он мне давал очень маленький, узкий, так, какой-то пучок света? Можно что сделать? В том месте, которое освещают, не надо. Отлично. Можно его закрыть. Да? Закрыть каким-то темным промежутом. И здесь сделать соответственно точечек. Пять. Семь. 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 А, ну. Вот, ну, человек, не полгода переговорили. Семь человек. Отлично. Да? Пять человек действительно, которые создают картину где-то там вот с нашего монстра. И два человека, которые смотрят. Да? Семь человек. Отлично. А вот эти вот пять человек и два человека, они находятся в одном помещении. Условно. Вот, ну, берем их рядом друг с другом? Или между ними что-то есть? Семь. Какой-то разделитель появился, соответственно, теневой театр. Через Европу этот театр пришел в восемнадцатом веке и стал таким популярным. Да? Ну, вот, прекрасный теневой театр создает тень. А что такое тень? С точки к свету запустим ряд прямых лучей. Если тело непрозрачно, и луч света проходит вот туда, на эту поверхность, что происходит с этим лучом? Например, отлично. Отлично. Он либо отражается, да, либо поглощается, да, в зависимости от определенной поверхности. Внутрь туда никак проходить не может. Тело непрозрачно. Возьмем тот луч, который впадает и проходит на границе этого тела. Изображу. Раз. Укажу, что направление луча идет сюда, в эту сторону. И второй луч, что пущу, по другой границе этого непрозрачного тела. Что мы увидим на экране? Увидим на экране тень. Вот эта область, в которой свет не попадает на экране, и называется тень. Так, так, теперь очистка попадает частично. Написать. Солнце или месяц, он говорит, отвечайте, и до месяца. Спросили, а почему? Потому что, говорит, солнце, оно светит днем, когда и так стекло. А месяц, он освещает тебе дорогу ночью, когда темно, иначе ты заглубишься. Прав ли был, Кузьма, в руку? Как это значит? Я думаю, не прав, потому что месяц, он по себе светить не может. Если месяц исчезнет, то, может, ночью света и не будет, но днем останется. А если солнце исчезнет, то света будет ни днем, ни ночью. Совершенно верно. Действительно, месяц, на самом деле, наше моно сама по себе не светит. Но вот это вот явление, которое мы с вами рассматривали, образование тени и паутени, как раз четко объясняет, почему происходит затмение. Бывает затмение солнечное, бывает солнечное. 197-198, и ваша задача определить, какой рисунок соответствует так называемому солнечному затмению, какой соответствует лунному затмению. И, прочитав небольшой страниц в вашем учебнике, написать про его особенную. Красота неописуема, когда полное затмение. Если говорить про частичное, то в 2075 году на территории Москвы мы сможем с вами наблюдать. Но на самом деле, солнечное затмение на разных точках нашего земного шара мы можем наблюдать, ну, порядка от 2 до 5 затмений за год. Так, сегодня мы говорили с вами про световые явления, разобрались с рядом понятия. Мы сегодня поговорили о том, что такое свет, что бывают источники света, что такое пучок света, что такое луч света. Мы говорили о том, что такое закон приманивного распространения света. Также мы с вами объяснили, что такое тень и полутень. С этими определениями нам надо более подробно, соответственно, еще осмысленно осмотреть. Ту карточку, которая у вас есть, вы зажмите дома, как мы готовы. На этом нашу вашу работу. Спасибо.